Новое видео выходит каждый день в 20.00. Перед началом данного видеоролика, я думаю, я должен сделать такое, знаете, маленькое предисловие или такой, знаете, маленький речевой дисклеймер для того, чтобы просто вот люди меня правильно поняли. Давайте вот сразу на чистоту. К читерам я отношусь нейтрально. Мне абсолютно похуй, потому что, вы знаете, до этого я и сам очень активно читерил. Я не видел смысла в игре в сам без читов. То есть, если я захожу на сервер без читов, то у меня, блять, ну какое-то, я не знаю, не в своей тарелке как будто бы я нахожусь. Я не думаю, что вот в том, что я читерю или в том, что читерят другие люди, виноват я. Я думаю, что в этом виноват сервер, который просто не может меня увлечь своей игрой. Почему-то, вот знаете, на адвансе без читов мне было очень скучно играть. Но вот с читами, когда у меня появлялась там, я не знаю, папка Клео с большим количеством, там, я не знаю, разнообразных Клео вот этих вот скриптов, читов и так далее. Вот именно тогда, именно тогда я чувствовал вот это вот, знаете, наслаждение какое-то от игры, когда вот есть какие-то вспомогательные Клео и так далее и тому подобное. И вот только в том случае ты себя чувствуешь вот прям нормально, когда играешь там на адвансе или еще где-то. Вот у меня прям опыт читерства был очень большой на адвансе. Я вот, знаете, не буду тут, там, я не знаю, какие-то другие GTA Самп ютуберы, вот эти вот ебаные популисты, говорить, мол, не читерите, блять, вас все равно забанят. Я вот последние несколько месяцев, месяца 3-4, вот в году, этак, 2017, до того, как я полностью забросил играть в GTA Самп, читерил. Безостановочно, вообще на похуй, и меня не забанили. Поэтому не обязательно вас забанят, то есть смотря как будете юзать, когда ты юзаешь читы, у тебя вырабатывается такой скилл на то, чтобы уже проверять, спалят тебя или не спалят. И в данном случае меня уже не палили, однако все равно есть вероятность того, что вас спалят и забанят. Поэтому читы это все-таки ну такое, однако если вам все-таки на сервере очень скучно играть, то можете попробовать установить какие-нибудь читы, и в принципе я думаю, что будет в данном случае все у вас охуительно и прям вот классно и прям вот охуительно. В общем, ладно, давайте уже перейдем к самому, там я не знаю, видеоролику, к рассказу. И вот перед тем, как мы еще перейдем, я бы хотел сказать, что вот всю информацию я беру из журнала Самворл, чтобы вы не думали, что я там сам нахожу эту информацию и так далее. Ссылочка на их редакцию, на их издание будет в описании, для того, чтобы вы там сами могли почитать какие-нибудь интересные для себя статьи. Очень часто я идеи для своих видеороликов беру именно оттуда, поэтому если у вас мало ли нету идей для видеоролика или просто хочется там, я не знаю, что-нибудь почитать, то можете в принципе зайти там и посмотреть, и почитать и так далее. Не сочтите это за рекламу, я просто от всей души, да даже если это реклама, то есть такой журнал не жалко будет порекомендовать, при том, что мне за это даже не платили. То есть даже вот серьезно, за бесплатно. Да кто мне заплатил, вы видели вообще мои просмотры? Ну, я думаю, что теперь вы понимаете, что мне никто не мог заплатить за какой-то подобный видеоролик. В общем, ладно, ладно, давайте уже перейдем к истории такого чита, как Сабейт. Сабейт в быту Самперов стал настолько популярен, что превратился в абсолютный синоним слову чит, что справедливо. В этой причуде настолько много читов и патчей, что неопытный игрок запутается при первой работе с ним. В этом видео я кратко расскажу вам историю культового и по-прежнему легендарного чита для San Andreas Multiplayer. Если что, то в статье было написано не так, я просто немного поменял, ну и я думаю, вы меня понимаете. История. Разработчиком этого легендарного чита является команда WeSucksTeam. Продуктс или Продуктс или Продукшон, я не знаю. Владельцем и главным разработчиком, который был человек под ником Сабейт. Такое странное сочетание символов не что иное, как игра слов английского языка SoBeIt. Или я как-то не так прочитал SoBeIt. Ну, в общем, я думаю, вы меня поняли, что в переводе означает «Да будет так». Существует еще одна занятная теория, в которой главный разработчик якобы является немцем. Тогда все встает на свои места. В немецком языке есть слово SoBeIt. Блядь, я не уверен, что я правильно прочитал, однако ладно. Который переводится аналогично. Название команды тоже имеет занятный перевод. Созвучно с английского WeSucks. Мы со Сём. И мне кажется, что вот такое название, вы знаете, придумывали какие-то вот эти вот, знаете, самые топы GTA Самп Ютуба и вот Змеиного Клубка Брулёва. Знаете, такая коллаборация, вот такой вот фит, такой кроссовер у них произошел. И вот они создали вот такой вот чит под командой вот этой WeSucksTeam. Ну, мне кажется, что это нормально. В честь главного разработчика команда и назвала свое детище. Мод Сабейт. В 2007 году софт увидел свет и обрел большую популярность. Разработчики сделали код открытым и доступным для модификаций, чтобы чит всегда оставался актуальным и мог обходить защитные системы, которые стали появляться вскоре после выпуска Сабейт. 7 августа 2012 года Сабейт, ну то есть разработчик, заявил, что текущая команда официально прекращает разработку и поддержку своего продукта и попросил комьюнити самостоятельно совершенствовать его детище, напомнив, что код открыт для модификаций. 5 июля 2013 Сабейт заявил, что официально передает разработку человеку с ником FUP или FIP, не знаю, FYP. После выхода версии Samp037, FUP сразу же поделился новой версией софта, защита от которого не заставила себя долго ждать. Ну, я думаю, это вполне ожидаемо. Есть также мнение, что разработку мод Сабейт поддерживали разработчики МТА, дабы усложнить жизнь Samp и его проектам. Кстати говоря, одним из основных доказательств является тот факт, что данный софт полностью не работоспособен в МТА. С самых первых версий он не работал даже тогда, когда МТА имел дыры в своем хваленом античите. Функционал. Наиболее известными функциями чита стали Рванка, Флай и Аймбот. Они работают практически на любом сервере и по сей день. Это объясняется тем, что софт постоянно обновляется и имеет множество различных сборок, что делает разработку защиты сложным процессом. Новые версии софта имеют очень интересные функции. Например, антиголод и антиболезнь, которые сводят на нет работоспособность системы заболеваний и голода на различных проектах. Это, я так понимаю, была отсылка к СамПРП. Помимо вышеперечисленных функций, софт имеет множество других возможностей, которые, к счастью, не работают на большинстве проектов, даже со слабым античитом. И вот тут идёт опрос такой, а вы когда-то пользовались читами или другим вредоносным софтом? Значит так, я проголосую и также у меня в моём вот этом вот видеоролике, который вы смотрите сейчас, вот прям вот где-то сейчас или до этого, или вот прям сейчас, справа сверху, всплыла подсказка, в которой вы также можете проголосовать за то, пользовались ли вы читами когда-нибудь или нет. А на этом всё, это такая, знаете, была кратенькая история мода с обид, хотя, блять, какая она нахуй кратенькая, есть тут уже на 7 с хуем минут, однако, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока!